Боже, милостив, будь не грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня, грешно, помилуй. Достойно есть я, кого истину блажите, тебе Богородицу, преснабоженную и пренепороченную. Матерь Бога нашего, счастнейшую Хервиму, славнейшую воистину, Серафим. Вознесение Бога, Слово Рожешу Исущую, Богородица, Тебе величаемо. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресно и вовеки вековыми. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертвое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради причистой Твоей, о Матери, силы и щаснага желтворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей, всех ради святых. Помилуй и спаси нас, я ко благе сии человека люби самим. Боже, милостиво, будь мне грешным, создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчиславися, грешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Радкое вступление сделаем, как всегда, о посте. О молитве мы материал этот уже дали, ознакомили. Сейчас о посте. Устав большой. Это название книги. Устав большой. Сегодня спрашиваю, я не знаю, кто его в руках держал или нет. На церковном славянском языке, как всегда, деревянные корочки, переплетенные настоящим телящей кожей. На чем писали раньше. Такого темно-коричневого цвета. По нему, по большому уставу, жила вся Россия. Вся Россия. Ни день и ни два, а 700-800 лет. И люди-то больше не знали, Библии-то не было. А из него все было выписано. Глава 32-я. Когда посты. В какие дни что разрешено были. Это стояло на первом месте. А дня святого Филиппа. То есть по-новому все дальше будет говориться. С 28 ноября до дня святого Николыча Дотворца. 19 декабря. А то уже рождественский пост идет. От начала рождественского поста. В понедельник, в среду и в пятницу сухоедение. Сухоедение. Не надо думать, что на сухую. Тут такое выражение остается. В этот день не варь. Это может быть там заранее было или как. Во вторник, в четверг, в субботу и в воскресенье разрешается рыба. А дня же Николы. То есть 19 ноября до Рождества Христова. Рыба разрешается только в субботу и в воскресенье. Во вторник и в четверг. Вареное с маслом и вино пьем. Намаканон, ВИС-83. Это все, вот я читаю сейчас из книги нашей к истинному православию. Там пост о посте. Специальная тема есть. Я с оригиналом работал. Долго все это переводил. И знаю, что материал поэтому редкий. Его необходимо знать. Сейчас пишут в разных календарях церковных, православных. Но в разное время. Когда пост. Какие дни можно, что нельзя, нет. Это необходимо знать. Большой Устав все это регламентировал. Точно. Упоминания о рождественском посте встречаются в четвертом веке. То есть оно было раньше, но нигде про него не писали. Вот великий пост, который сейчас идет в семь недель перед Пасхой и среда и пятница, это апостольское правило 69-е. А вот упоминание о рождественском посте встречается в четвертом веке. Амбросий Медиаланский пишет о нем. Августин, Папа Лев, Иоанн Златоуст. Продолжительность его определена на Константинопольском соборе в 1166 году при патриархе Хрисоверге. Продолжительность, отсюда вывод делаем, что она не определена была. То есть то больше, то меньше, на какой-то день может быть с чем-то еще связана. Не знаю, почему так. Особая строгость 6 января, накануне Рождества, рождественский сочельник. Не вкушать и не пить до появления звезды. И потом еда с елеем. Вот, видимо, у мусульман отсюда и взято. Пока, говорит, не сможешь различить нитку черную от белой на расстояние руки. Тогда уже можно есть. Также 18 января, крещенский сочельник. Точно так же. Так, пост Третий Петров. Начинается всегда через неделю после Троицы. Легко запомнить. Через неделю после Троицы. С понедельника до 12 июля. Ну, люди, которые не православные, не знают, ну, что попало, придумают. Да когда захочу, тогда пощуся. Я среди сектантов жил долго и скажу, ничего этого нет, обман. Когда захочу, тогда пощуся. Объявят другие, едят строгости-то нету. А у нас строго. Если человек не постится, на два года отлучается от церкви. Этот пост установлен церковью для подражания примеру святых апостолов, которые по принятии даров Святого Духа, постом и молитвой приготовлялись ко всемирной проповеди Евангелия. И таким образом приготовляли своих преемников на это служение. Деяние 13 глава. Считаю, что это самый обличительный пост. Ради этого никто не постится, никто даже и не знает про это. Да если бы и знали посылать, то кого? Никто и не выделен, никого нету. Сидят дома. Ну, кто поедет-то? Куда? По всему свету разлетелись после этого. А вот, а мы будем подражать. А что подражать? Даже пылинки нету. Это самый такой обличительный пост. Это основа основ проповеди. Проповедь это семя. Семени нету, сходов нету. Нет сходов, нет урожая. Как Иоанн Затаус говорит, ты не считаешь Слово Божие? Ты хочешь знать, какая беда отсюда происходит? Слушай внимательно, по пальцам загибай. Ты не считаешь Слово Божие? Ты его не знаешь. Ты не знаешь законы Божьи, уставы, определения. Ты закон Божий не знаешь. А не зная, ты нарушаешь его. Ну, это и понятно. Если ты не знаешь правила движения, слепой, не видишь знаки на дороге. Нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь. Итак, начнем снова. Не считая Библию, ты не знаешь ее содержание. Не зная содержание, ты нарушаешь написанное в ней. А нарушая написанное, ты погибаешь. Это очень просто все запомнить-то. Петров пост. Начинается всегда через неделю после Троицы. С понедельника до 12 июля. Июля. Не июнь, а июля. 12 июля. То есть там четкая грань стоит, где граница его. Легко запомнить. 12. А здесь, ну, Пасху лишь бы знать, когда Пасха. Семь недель до Троицы. После Троицы восьмая неделя. И начинается Петров пост. Для меня самый неудобный пост был вот этот пост. Как раз я завозил ребятишек в лагерь. Все есть. Молоко, сливки, яйца, мясо. Дать нельзя. До того мне этот пост как-то все время был так. Ну, мы уже старались восполнить. Такой легкий пост. Рыбы там, разные халвы. Еще только не покупаешь масло. И даже незаметно пост проходили. Разные пампушки каждый день стряпают. Ну, мне-то хочется. Приехали, бывает. Уезжают через месяц. А заезжаем 10 июня. А 10 июля уезжают через два дня. Разрешено. Ну, неудобный. Да его, если разобраться, может быть, процент какой-то самый махонький соблюдают в церкви. Я не буду говорить, какой, но очень и очень мало. Великий пост. Один знают люди. И знают, что надо соблюдать перед Пасхой. Ну, говорит, мы первую последнюю неделю. То есть сами назначают. А то еще придумали. Ну, когда в путешествии или на войне. Я говорю, откуда вы взяли-то? Тогда поститься можно совсем не поститься. Ну, мы с батюшкой ездили на поклонение. Там у них была какая-то паломническая поездка. И в дороге, в поезде он сказал, ешьте. Это можно. Мы путешествующие. Я говорю, а на что он опирался? Ну, не на что. На свое чрево опирался. Она до пола достает мамону. Что он будет опираться-то? Это взято из Корана. Это надо до такого безумия дойти, что даже не знать, что это не твоя книга. Это священная книга мусульман. Это у них это написано. Какая сура, аят нам и знать не надо. Я занимался этой книгой. В 18-й том у меня написано. Я разбираю весь Коран по сурам и аятам в сравнении с Библией. Вот слушать надо. Говорят, а что эти посты дадут? Вот перед тем, что я готовился, что меня арестуют, я старался все запомнить наизусть. Там-то не будет дано. И мне это сгодилось. Я заучил Пасхалию, когда, в какой год Пасха. Заучил вперед на 20 лет. А самый большой срок-то больше 20 лет не дают. Я же не знаю, сколько мне припаяют. И это когда возможность появилась писать, я давай там писать, размножать. А это простое такое. Это люди любят. И самая строгая охранница меня водила на допросы. И я это дал с молитвой вместе. И сердце ее растаяло. Ее завали Эльза Кох. Такая во время войны была у Гитлера. Людоедка. И такая же маленькая, похожая на нее. Ее все заключенные знали. Задавить ее гадину где-то надо в подъезде. А ко мне расположились вот этой бумажкой. Пасхали ей. И молитвы несколько. Идет, когда ведет, даже проверить. Я от следователя иду. А она мне не проверяет. А я там в чесноковке. Что следователь от жены-то передаст. Я покажу. Я ей, ну да ладно. Никто не знает там. Лекарство передаст. Ну лекарство какое там. Орехи с медом перекрученные. Мне для сердца необходимо его поддержать. Орехи грецкие. Петров пост начинается всегда через неделю после Троицы. Она движется. И бывает тогда, если здесь движется, а то постоянно, то получается движение. Пост бывает то длинный, то короткий. Но какой длинный там, это вот. Когда он длинный бывает? Когда Пасха ранее. А тот-то стол 12 июля на месте стоит. А если Пасха поздняя, вот нынешний 16, это поздноватая Пасха, ну средний пост будет. Продолжительность его от 6 недель до 8 дней. Почти великий пост, но больше 6 не бывает он. До 8 дней в пост апостолов разрешена рыба во вторник, четверг, субботу, воскресенье. Дважды в день. Что интересно, никогда ни в одном уставе не было разрешения на 3 еды в день. Но и не запрещено. Ну ясное дело, что нам лучше в 3 охота. 3 раза. Вот у мусульман это 2 миллиарда. У них 2 раза. Ну какое опять, мы не знаем все. И где это написано? Большой устав, глава 32-34. Номаканон, правило 223. Кормщий лист 19. Иномаканон, правило 214. Повторяю, это материала нигде нет. Это лично мной материал составленный был. Пока не нашел эти материалы. Переводил на русский язык это все. Если же кто по немощи телесной, не может со всей похвальной строгостью соблюдать пост. Знаете, похвальный. То разрешается только вино. И то с сокрушением сердца. Ну вино, там так и написано вино. Ну сколько оно? Грамм 50, там 30, 100. Не написано. Но явно, что совсем немножко. Как лекарство. Удаляя всячески рыбы и масла. Вот тоже интересно. Вино разрешено, а масла нет. Хранящийся от вина, как заповеди. Исполнитель мзду обрящет. Вот ты делай это. Не ссылайся на болезнь. И болезнь уйдет. Елей может разрешить немощному вкушать. Только священник. И ничего больше священник разрешить не может. Все остальное разрешение это нарушать пост. Лишь на погибель и от гордыни ума. От гордыни даже. То есть это на место Бога становится. Не гордость, а гордыня. Так написано. Или у нас. Ну можно обратиться к священнику. Кому он разрешить может. Зело млад. То есть совсем маленький ребенок. Зело стар. Тут не знаю. Ну явно дело, что не пенсионного. Не до пенсии. Зело стар. У нас бабушка там 80, 96 лет. И поэтому слабая совсем была. И то никак не хотела есть. Никогда не ела. Ты говоришь, баба можно, а не будет. Она приучена с детства. Поэтому ребятишек нужно приучать с детства. И четвертый пост Успенский. Его называют Госпожинки. Ну, Богородица Госпожа. Госпожинки. С 14 по 28 августа. Всегда в одно время. По строгости, как Великий пост. А люди придумали, говорят, это от Великого поста оторвано. Ну, не знали это, как правильно сказать. Рыба разрешена только 19 августа. Преображение Господне. Повторяю, это все есть на нашем сайте. Сайт во свете Библии. В гугл заряди. И там, прямо на первой главной странице написано «К истину православия» книга. Это моя книга. Я 40 лет материал на нее собирал. В нее ткни. А дальше там «О посте». И все это можно выписать. По уставу Маканона лист 83. Там не страница, а лист. Лист один, лист второй. А на обороте, если написать лист такой-то и на обороте. Об, оборот. Разрешено во вторник и в четверг масло. Преображение Господня, когда. По уставу. Успенский пост был уже в пятом веке. В пятом. То есть был, что упоминают о нем. Если сам праздник Успения придется в среду или в пятницу, а то умерла Божья Матерь. Разрешение бывает только на рыбу. Если в понедельник и в другие дни, то мирянам разрешается мясо, а монахам только рыба. Вот я отсюда сделал. Писания нет, поэтому в уши-то ничего не входило. У человека пять органов чувств. Это первое зрение, 85% информации. Слух. Там совсем немножко, где-то там 10 с чем-то что ли. Ну я тут могу не точно сказать. Дальше что? Зрение, слух. Осязание, руками щупать. Обоняние и вкус. Все. Так вот, били все не в уши. Главное-то это уши. Вера от слышания. Слышание от Слова Божия. А они сделали через не осязание, а вкус. Вот это замена пришла. Ну я об этом думал. Почему так? Потому что того нет, пришла замена. Ну а почему не осязание? Ну а как осязание? Руками щупать. А вот зрения нету, тогда через осязание человек щупает. Через вкус узнает. Узнает монахом рыба, готовящиеся к окрещению, как и христиане, строго исполняли все посты. А срок приготовления к окрещению оглашенных был до трех лет. Перед крещением постились. Житие святого Иулиана 13 июля. А вот когда говорится святой 13, это означает по старому стилю день кончины его. Тут надо тоже знать, что это есть. Подвиг святых поражает воображение. Является примером удивления, а не подражания. Постили его. По 40 дней постились. Ну а заветное время уже. Мамант 2 сентября. Марина и Кира 28 февраля. Ипатий 31 марта. 50 дней он не пил и не ел. Ну и рекордсмен, конечно, Паисий Великий, 19 июля. Не пил и не ел 70 дней. 70 дней. Зачем ему это надо было? И будто бы его наделил Бог такой властью, молиться за умерших без покаяния. Это уже обман. Без покаяния нет спасения. Вера от слышания. Верующие в Сына Божий иметь жизнь вечно. Они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Повторяю. Как у Христа есть подвижники и мученики, так есть они и у сатаны. Это Иустина 2 октября. Волх постился по 40 дней, учащись в волшебство. Это сам Киприян. На большее число дней никто не постигал. Антихрист же на русской земле – это Иванов Паршек. Порфирий. В безумии своем, провозглашивший себя Богом земли, среди прочих чудес, в кавычках своих, как нахождение под водой длительное время, как волк Кенопс в житии Иоанна Богослова, якобы постился 108 дней. Знаменательно, что дьявол в этой цифре обнаружил себя полностью. 108. Почему? Псалом 108. Из 150 псалмов – это один псалом проклятия. 108. Вот даже не догадаешься, к чему 108. И этот Иванов, ну там обливается холодной водой, так, псалом проклятия на несчастивцев. И 108 бусинок, вот, когда молишься, вот эта бусинка называется, щетки перебирать. У нас 40 бывает, вот у нас 100 по 100. У него было 108 бусинок в буддийских, щетках, лестовках, у всех буддистов. Вот, а почему 108-то? Они не знают, потому что вся религия, все от сатаны. Сектанты и еретики крепко подвязаются в нарушении постов церкви, говорят, что нельзя постами разрушать плоть свою, которая есть в храм Божий. 1 Коринфян 3.17. Но любой врач скажет, что люди страдают не от постов и воздержания, а от объедения. Вот не знают, как сбросить лишний вес. Дают какие-то лекарства, сжигатели жира. У нас был епископ здесь, Антоний Масендич. Ну и вдруг волосы остриг, нормально так, и заметно стал худеть. Прямо быстро. А живот огромный был такой, живот, молодой совсем. И вдруг в больницу взяли, в больнице сразу умер. 41 год. Не делайте этого. Спасаться от живота проще всего. Обливай пост православный. И такой, не пей, не ешь. Через день хотя бы. Ну не 2-3 дня, если не можешь. И один сухарик. И кружку компота в день. Больше не бери. И ты увидишь, как поползет все на низ. У нас был священник один, его тут запретили. Ну самого большого роста. И тоже такой же, пузатый. И у меня он поселился. Ему удобно тут было на работу. Из другого города. И стал, на работу идет, кусок хлеба возьмет. А устроился на стройку. Подсобником. Таскать кирпичи и прочее. Утром не завтракает, вечером не ужинает. И у него ремень такой, крепкий, здоровый, широкий ремень. Сколько он у меня жил я? Ну не знаю, не больше полгода. На три дырочки ремень затянул. Все. Ничего не надо. И лицо веселое, розовое такое. Он работает. Еще немножко. Пост это духовная страда. Страда, то есть, когда пшеницу убирает. Весна души. Было чудо с Исаакием Печерским. 14 февраля житие. После его поражения от сатаны. Когда он ни хлеба, ни овощей не ел. Два года. Но затем одержал победу над дьяволом, постом и молитвой. Брать ему ложку вкладывают. Все сатана отнял. Забыл, как ложку брать, какой стороной поворачивать. Но пришел в себя Исаакий Печерский. Дальше. Однодневные посты, кроме среды и пятницы. Также в Сочельнике. 6 января 2018. И на усекновение главы Иоанна Претеча. 11 сентября. На воздвижение креста Господня. 27 сентября. В Сочельнике. Разрешается вкусить с маслом. После появления звезды. Я сейчас закрывать буду. Будем молиться. А после, когда мы помолимся. Мы сразу будем записывать события дня. И кто хочет, тот останется. Сейчас один момент. Это я убираю отсюда. Вот так. Это о посте. Православным многое нужно знать. За молитвы святых Отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. 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 Святый Божий, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аминь. Я задумался на молитве. Снова прочитаем. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Отче наш, Иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем ложняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припадаем те блажь, ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодраясь на воздвиглении си Господи, умы просвети и сердце. И усневая отверзивая, ежепетите, а святая Троица. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судья приедет, и кое-гоже деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Кому герая Твоя благость и долготерпение, не прогнелся на меня ленивый и грешный, и поубил меня с беззаконием моими. Но человеколюбствовал здесь я обычно, и в нечаянии лежащего воздвигу меня еси. Воеже утрените словословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои още мысленные. Отверзи мои уста, повущайтесь со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся, Цареве нашему Богу, Придите, поклонимся, Христу, Цареве и Богу нашему. Придите, поклонимся и приподнем к самому Господу, Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Кто новый молится, если... Я не могу больше десяти поклонов за всю кланяться. У меня позвоночник, операция была вырезана там, и поэтому он сползает. Смотрите, как кланяются братья наши. Ближе, блинчик. Шестьдесят первый Псалом Только в Боге успокаивается душа моя, От него спасение мое. Только он, твердыня моя, Спасение мое, убежище мое, Не поколеблюсь более. Да коли вы будете налегать на человека, Вы будете незринуты, Все вы, как наклонившаяся стена, Как ограда, пошатнувшаяся. Они задумались вернуть его с высоты, Прибегли ко лжи, Устами благословляют, А в сердце своим клянут. Только в Боге успокаивайся душа моя, Ибо на него надежда моя. Только он, твердыня моя, И спасение мое, Убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое, И слава моя, крепость силы моей, И упование мое в Боге. Народ, надейтесь на него во всякое время, Изливайте перед ним сердце ваше, Бог на прибежище. Сыны человеческие, только суета, Сыны мужей ложь, Если положить их на весы, Все не вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, И не чеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, Не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, И дважды слышал я это, Что сила у Бога, И у тебя, Господи, милость, Ибо ты воздаешь каждому по делам его. Боже, ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, По тебе томится плоть моя В земле пустой и сохшей и безводной, Чтобы увидеть силу твою И славу твою, Как я видел тебя во святилище, Ибо милость твоя лучше, Нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя в жизни моей, Во имя твое вознесу руки мои, Как туками и леем насыщается душа моя, И радостным глазом восхваляет тебя уста мои. Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, Размышляю о тебе в ночные стражи, Ибо ты помощь моя, И в тени крыл твоих я возрадуюсь. Тебе прилепилась душа моя, Десница твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели души моей, Сойдут по исподнюю земли. Сразят их силу меча, Достанутся они в добычу лисица. Царь же возвеселится о Боге, Восхвален будет всякий, Клянущийся им, Ибо заградятся уста говорящих неправду. Услышь, Божий голос мой, В молитве моей, Сохрани жизнь мою от страха врага, Укрой меня от замысла коварных, От мятежа злодеев, Которые застрели язык свой, Как меч, Напряги лук свой, Извительное слово. Чтобы втайне стрелять в непорочного, Они внезапно стреляют в него, И не боятся. Они утвердили взлом намерении, Совещали скрыть сеть, Говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, Делают расследование за расследованием, Даже до внутренней жизни человека, И до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, Внезапно будут они уязлены. Языком своим они поразят самих себя, Все видящие их удалятся от них, И убоятся все человеки, И возвесят дело Божие, И уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе, И будет повывать на него, И похвалятся все правы сердцем. Слава Цуи, Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Цуи, Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Я небольшое пояснение дать хочу. Вы знаете, что в 17 веке Была реформа церковная Патриархом Никоном. По национальности он был мордвин. Его соблазнил сатана, Не человек, а сатана. Через греков пообещали При всем том, что будет Россия завоюет Константинополь И он будет вселенским патриархом. Сегодня это все, открыто все пишут где. И до него молились. Аллилуйя, два раза говорили. Два. А почему? Да, аллилуйя означает Слава Тебе, Боже! Два раза по-еврейски И один раз по-русски. Троица. А сегодня трижды читает Аллилуйя. Ну что, разве четверица получилась? Нет, троица. Везде слово троица есть, а четверица нету. И сегодня вот этого придерживаются Все люди, которые не подчинились Реформе Никона. Но мы считаем в церкви три, Потому что так везде положено в церкви. Но чтобы знали, только знать. Но есть один момент, который нельзя, Чтобы не изменить. Когда считаем веру И во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, Видим уже, все мы не видим. Во единого Бога Отца Вседержителя. И дальше говорится, Бога истина от Бога истины. Уже о Христе. Вы слышите, как Бога истина. Какого? Отца. То есть сына от истины Бога истины. Бога истины от Бога истины. Рождено, несотворено. И в Духа Святаго, Дальше, когда считается уже Вторая часть символа, В Духа Святаго, Господа истинного, Животворящего. Это о Духе Святом. Это слово истина выбросили. Но явное дело, что так не делается. Слово истина относится Ко всем лицам Святой Троицы. Его выбросили. По неволе народ стал понимать, Что это не от Бога. Это Антихрист пришел. Знамение, это знамение, говорит, Встать в знамение Сына Человеческого. У Леи знамение, это перекреститься. Перстцы слагали только два. Два, средний и указательный. И средний наклоненный. Это небеса наклоненные. Так молятся сегодня везде, Кто старый обряд придерживается. Но те, которые реформу делали, Они посягнули выбрать И сделать трехперстное. Что Троица умирала на кресте. Троица не умирала. И двуперстное, Бога человек не умирал. То и другое содержит элемент ереси. Я пояснял это уже. Но как молятся? У нас молятся и так, и так. Кто как научен? Свободно. Ибо решение собора 81-го года, 1981-го, Патриархии, Сказано, Клятвы со старых обрядов снимаются. Яко небымшие. Как бы их и не было. Тысячи, тысячи людей погубили, А теперь как небывшие. Это была неразумная реформа. Разделила русский народ. Это очень и очень большая была язва. И разделили. А дальше Петр следом идет. В Европу прорублено окно, и вся Россия туда вывалилась. Масонам разрешили тут и все остальное. Историю надо знать. Поэтому два перста или три, То как ты можешь? Как научен? А как правильно говорят? Ну, если то и другой элемент ереси. А почему? Потому что крест вещественный. И на кресте умирал Христос, Бога человек. Но божество Не причастно страданию, Говорится. Божество не причастно Мукам. Он Бог. И как ты можешь страдание ему, Когда он неощутимый, Нигде его нету. А на кресте умирал человек. Бога человек. Но страдал только человек. А по человечеству ему нанесли пять ран. В руках, в ногах и в бок ударил копьем воин. И вот пятью пальцев пять. О ранах Христа. Вещественные раны. На вещественном кресте Католики показывают. Петерней. Сверху вниз. До чего? И сначала налево, потом направо. Потому что сначала была погибель, А потом спасение во Христе. Вот у нас как считают? Это два перста. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешного. Господи, ты глава всему. Глава я, лоб, только стукни посередине, Чтоб чувствовал у тебя. Иисусе Христе, не грудь где-то, А чрево, чрево, пуп где находится. То есть через чрево Девы Марии Ты родился, Иисусом Христом стал. Господи, Иисусе Христе. Вознесся с правой стороны, вознесся. Да, направо ставил, право. А десну и отца воссел. И помилуй меня грешного, Чтоб на левой стороне не стоять. Видите, как все обдумано. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. За счет чего? За счет страданий Христовых. Кровью Христа мы спасены. Все объяснено. И после этого поклон. Поясной поклон такой, Чтоб колени не подгибая. Проверь себя. Руку опусти, чтоб пол достать могла. А не просто вот так вот, Как евреи у стены плаща. Проверь себя. Я детей учу. В один день они все это запоминают. Ну и нарушают в один день тоже. У католиков так. Ты с неба сошедший ради меня И меня стоящего, погибшего на левой стороне, Посредством пяти ран твоих, спаситель, Возвел направо. Ну, кто добро делал, 25 глава Матфея, Скажет стоящим справа. Ты, Господь, сшедший с небес ради меня И меня грешного, Ради страданий твоих, голговских, Перевел на правую сторону. Здесь абсолютно правильно. Ну, а я не католик, Я так не могу молиться. Но я знаю, что это именно так. И они сохранили апостольское. Они сохранили. Но от самого первого времени, Когда были апостолов, Молились, Крестились одним перстом, Одним. Ну, какой не указано. Правой рукой. Это Ян Златоуст пишет. Что значит один? Ну, один, это значит, Ничего другого нет. Потому что, Когда христианство возникло, В римском пантеоне Было около 500 божеств. Они завоевывали какую-то страну, Там, Чечню, Какой у них идол. Эти правители приносили, Ставили в римском пантеоне. Приходили, молились. То есть, Это был очень толерантный режим. Как сегодня называют, Терпимый. В религиозном отношении Римская власть. Всем разрешала. И для Христа Отдельную нишу поставили. Ставьте Христа памятник свой. Иконы вешайте. И здесь поклоняйтесь. Но императору тоже Приносите жертву. А христиане сказали, Все 500 Это демоны. Вот этого простить никто не мог. Как демоны? А Златоуст говорит, Приносящий жертву идол, Он приносит бесам. Бесам, демоном. Этих бесов Лев Толстой называл черти. Ну и так тоже известно. Надо знать куда есть. И поэтому христиане, Когда выводили их на арену, Перед львами, Они утверждали единобожие. Вот единобожие мусульманство. У них первая заповедь это. В Израиле единобожие. Шма и Сраэль. Что означает? Слушай Израиль. Шма и Сраэль. Это главная молитва евреев По сегодняшний день. Слушай Израиль. И дальше идут закон Бог дает. Это второзаконие. Считаем из той Библии. Вот это шма и Сраэль у нас должно быть. Слушай Израиль. И выходя на арену, Они показывали. Един Бог. И по-латынски они воскресали. Кристос царствует. Это взятое из псалмов. Христос царствует. И с этим умирали. Вообразите, что вы тоже в первом веке И также на арене. А троицы говорить. Языческий мир этого не знает. Нужно было разрушить многобожие. И поэтому Кристос царствует Рыгна. Христос царствует один. Все ваши лживые боги, демоны. А на трибунах-то кто сидит с Нероном-то? Они так их дави. Это такие люди нехорошие. Ну вот, возникла ересь. Ересь, отрицающая Троицу. Арии. Четвертый век. С ним боролся. Председателем был на Первом Вселенском Соборе. Никола Чудотворец. Тогда у христиан появилась Трои Персия. Теперь надо утвердить. Бог-то един. Теперь уже все знают. Изыщество разрушено. Вот три перста. Вот первые три перста как слагаются. Вот откуда это взято Трои Персия. И когда Милетий стал это доказывать, у него, говорит, из руки, здесь между пальцами, как молния свертнула в зале доказательство. Это в Житии Святых написано. А старобрядцы говорят, нет, когда два пальца сделал. Два пальца... Подождите. Мы увидим, почему два пальца. Так вот, Трои Персия появилась со времен Арии. Арии. Арии верил, что Бог единый, а остальное творение. Как вот верят свидетели Еговы, которых позавчера запретили до 5 апреля, а потом решать суть будет в Российской Федерации. Попутно сказать. Троица. И тремя пальцами они изображали. Тремя. Вот я показываю. Я не считаю, не из-за греха, то это действительно так и было. Но проходит время, появляется ересь, которая утверждает, что во Христе одно естество, только божество. А телесное только видимое было. Тело у него сошло, его невидимо стало скрещение. Крещение оно там куда-то унесло, его водой или... То есть, вот такое было... Это монофилиты. Монофизиты. И во Христе одно чувство. Монофилиты. Мона это один. Монолит. Вот монолитное здание там, или проще что-то. Мона. Это монофизиты, монофилиты. Они это где? Григорина Армянская церковь. Но они сейчас говорят, нет, мы понимаем, как вы. Поэтому, ну, разделение было этого. Григорина Армянская апостоличная, как они называют. И тогда, чтобы доказать, что во Христе два естества, появилось два. Вот оно откуда идет. А что раньше? Раньше один, потом три, потом два. А католики, с какого времени у них было, я не могу ответить, нигде не нашел. Но похоже, что с первого века они тоже так были. Ну, там, может быть, не первое, а второе, третье. Но где-то там, в этих местах. И поэтому у нас полная свобода. Два перста или три перста. Я знаю, что первое молиться один, я одним молиться не буду. Пятью пальцев я молиться не буду. Но я знаю, что, какой смысл этого. Это для себя, чтобы знать. По молитвослову на русском языке считаем три молитвы. За счет того, что мы считали псалтыри. Поэтому другие молитвы у нас не считаются. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос по Своему многу любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты и будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и неизреченную милости, ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерть вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшийся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дела правдующих меня. Но это вера, да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от притязника славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что оторг мне от Твоих руки оградой, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь та же, как возбилка свой тайный грех, и чтобы снова потруить для Тебя, без лени, усердно, как прежде потруился сатами прещающему. Особенно же подружусь для Тебя, Господа и Богом Иисуса Христа, во седни жизни, ныне, всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое, не дав возможности злому демону потянуть меня себе преобладание от этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, и сделай меня рабом достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми всесимыми молитвами отгоня от меня смиренно у несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, удаляется скверное, лукавое и хульную помысл из заканного сердца и помраченного ума моего, и погаси плавя моих страстей, ибо я у Богу несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причисто имя Твоя славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария Господь с Тобою, благословен ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родила Иси Христа, спаса избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила щаснага Животворящего Креста Господня, не оставь меня грешным, уповающим на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные дары Твое, сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродника, благодетеля, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Ирея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, Дьяконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора и весь священнический, иноческий чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И дай нам еще священника, если угодно тебе. Смири власти и воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Адагена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи насценить это доброе мирное время и приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступление от тебя. Аллилуйя! Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованное тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, воров, нечистой силы потопления. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Серапимова, Алексея, Иосифа, Романа. И пришли добрые жители с детьми, и сохрани школу. Аллилуйя! Послушай хуставам твоим. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игорю, Марину, Никиту, Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Ниноле. И расширь пределы наших общей, найденной души, побуде всех на благовестие. Спаси и помилуй Димитрию, Марину, Чадоих. Я попутаю немного сегодня объяснять. Когда говорим, Кирилл, это патриарха. Венедикто, Франциско, это папы римские. Они живые. И мы молимся все время за них. Вот сейчас говорим, это бывшие наши уехали в Грецию, Марина. Далее поминаем, в другой республике находятся, в Казахстане, Валентина, Алексей. И сразу переходим на Германию. Там уехали наши люди, которые у нас были, теперь там находятся. Валентина Надежда, там племянница моя. То есть молитва охватывает буквально весь мир. И в Америке, и в Австралии. Везде есть. И тогда ты все время в напряжении. Как бы не забыть. Вот интересно бывает. Ну из молитвы много поминаешь. Вот я только на... Будем молиться сейчас. 77 святых я поминаю. 77 на память. Ну из своих бывает новые люди появляются, и ты где-то забываешь. И вот о чем он молился, он не знает. Говорит, перестал молиться. Два дня не помянул. Он сразу, у вас что-то случилось? Я говорю, нет. У меня, говорит, такое беспокойство началось. Говорит, ночью прямо просыпаюсь. Он о нас думает. И в самом деле, ну что-то у вас было, может к вам кто-то стучался. Нет. Я думаю, а что же он это видел-то? Оказывается, два дня назад я перестал молиться за него. Только потом до меня это дошло. А он чувствует, поддержки нет или чего-то. Вот какое дело. Я нагребаю уголь, тут из углярки полез в темноте. Ребят, не было дома. Ну и запнулся за перегородку, и упал вниз сплошмя. Ведра стоят, и между ведрами маленькое пространство. И я лицом упал прямо между ведрами. Ну понятно, что бы было, если бы упал, все рассещенное, и глаз мог лишиться. Я шапку снял, а мороз 40 градусов. Господи, да кто же это за меня так молится? Кто-то молится. И потом даже могу узнать, что значит молитва. Молитва ничего не значит. А она открывает двери благодати Божией. Все делает Бог, не молитва, Бог. Поэтому я небольшое вступление делаю, оно не повредит нам. Кого мы поминаем? На остальных вы знаете, какие правители, Дональд, вы мерите свои тут, Владимир, какие, представитель совета министров, Димитрий. И мы молимся, чтобы не было покушения на них, говорим, Господи. Так что прислушивайтесь, а остальное уже можно догадаться. Когда святых поминаем, тут понятно. На первом месте молиться, Златоуст говорит, когда молимся, все о врагах. Вот сегодня кто будет на событиях дня, расскажу, вчера было удивительное и страшное днем, уже вечером. Я это скажу сегодня. События дня, события, которые бывают десятилетия один раз. Один раз. И бывает, у некоторых ни разу в жизни этого события не было. Чудо Божие, великое чудо. Ну и притом, я как его теперь рассматриваю, там не все сразу видно было в этом чуде. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Аллилуйя. Спаси и помилуй. И обрати Дмитрия, 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 Олега, Алексея. Олег это Стеняев. Алексей это Осипов. Я же поясняю один раз, чтобы вы поняли, кого мы упоминаем-то. Дмитрия, 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 Дмитрия. Дмитрия это Смирнов, по военным, на нем крови моря, кого он благословлял в Чечне и везде. Дмитрия Смирнов, священник, он часто выступает, он как балагур какой, он не по слову Божию говорит, так все это совершенно не годится это. Позор один. Я об этом говорю, он сразу на меня ополчился. У меня врагов моря. Почему? Я стараюсь, чтобы они такими не были. Позор православия не несли. Маленько с собой бороться надо. Мы в воскресенье взвешивались на весах. Кто видел, как я тащу, там один у нас толстый, встал, 115 килограмм, самый толстый-то. Я взвесился, и у меня норма, я в норме вхожу, но больший вес встал, чем было. Я эту неделю себя сразу раз сократил в пище. Сухарь, кружка компота, если можешь, можешь все. И все уже по-другому сразу пошло. Настроение другое. Но вчера был полный канон Андрея Критского, это один раз такое бывает в году. Самое длинное богослужение, самое большое число земных поклонов. Земных. Если по полному, то около 500. Ну у нас примерно 250. А может быть даже побольше, чуть-чуть, 253. И как в церкви, один раз так и бывает так. Сегодня мы даже в одном доме мы разделяемся в пище. Вот как придумано все, насчет животом били все это. Кто ходил вчера на трудное богослужение, сегодня в Великий пост разрешается растительное масло. А кто не ходил, слушай и утирайся воспоминаниями. Тебе ничего нету. И думаешь, надо было придумать это все так. Замена Слова Божьего. Слова Божьего-то ничего нет. Проповедуй, считай, а его нету. Его люди-то не знали. В 1988 году крещение от князя Владимира, а Библию переведут. В 1987-м. 900 лет без Библии жили. И понятно, что ухищрялись. Рыбу нельзя в Великий пост есть. А Соловецкий устав, Соловки где, у них разрешалось сущие. Сущие, не знаешь, это сушеная рыба. У них хлеба-то не было, а не рыбу-то там, что какая рыба-то, я не знаю тогда была. Рыбой питались, а на праздник рыба свежая. Вот пойми, как надо было умно сделать. Вот допустим, верное воскресенье. На верное воскресенье всегда за неделю до Христова воскресенья разрешается есть рыбу. А накануне, в субботу, Лазаря воскресили. Рыбу нельзя, и икру можно. Какая разница-то? А вот так. Рыба-то гроб, а Лазарь-то живинка-икринка, и она оттуда воскресла. Немая проповедь. Почему яйцом поздравляют? Больше нигде хлебом поздравлять, там ничего нету, пшеница вся перемолота. Единственное, мясо дать, котлету дать, колбасу мясо было, принадлежало, теперь оно мертвое. Живое только в яйце, там жизнь. Скорлупа это гроб, а жизнь внутри. Так поздравлять надо сырыми яйцами, не вареными. Вареные-то там тоже смерть. Разницы нет, куском колбасы поздравляй. Вот когда задумаешься, вот как надо было все это думать-то? Вот в какой день, когда что? Вот сегодня у нас будет растительное масло. А великий, да, ну, организм требует этого. Кто не был, не ешьте. А вот как? Вот у нас, если престольный праздник, допустим, у нас назван Крестовозвиженская, вот здесь община, в Барнауле. А на Крестовозвижене, Возвижене Креста, постный день, постный, только вечером там с растительным маслом. А у нас можно, возить рыбу можно, по уставу. А другая, в общем, в Потеряевке, а там нельзя. А если кто-то пришел в гости, а он из Покровского собора, а на Покров у них будет разрешен, а у нас нет. Ну, тут уже думать надо как. Тут я не знаю, устава нету. Видимо, где в гостях, там и ешь. Что, говорят, подадут и без всякого исследования. Но оно не молостное, а рыба. Я просто показываю, что все-таки, хоть и не было Слова Божьего, но пытались как-то напоминать. Вот, напоминать. Наш отец вот этого ничего не знал. Но он знал, что такие дни есть. Пост нарушить, никогда не нарушит. О, это нельзя. Еще мама говорила, бабушка, это очень нехорошо. Что нехорошо, он не говорил. Но нельзя. Дальше могут жить, как все, и грешили, и прочее. И выпивали, все было. А это нельзя. Если гулять, ходили со своей кружкой. Это кержаки. Наша порода, оттуда без пополз. Были. Поэтому я это очень хорошо знаю. И когда на молитве мы кого-то перечисляем, я сегодня примерно вам сказал, о ком мы говорим. О, Димитрии, Димитрии, первый Димитрий, я поминаю. Это Димитрий, второй Димитрий, там еще есть и так называемый, где-то там из воля Божья, его называют Энтео, Царионов. Он и не знает. Но он хулиганит везде, все кидается, бросается, дерется, и его наконец прищущили там. Я о нем все время молюсь. Так он вас знает? Нет, он не знает. Один раз он на меня наткнулся, обругал и ушел. Когда говорю Олег, это Олег Стеняев, ну это был известный такой, я знаю, в Потеряевку приезжал где-то Алексея рядом, это я сказал, Осипов. Видите, как мы всех их по порядку перечисляем в молитве. То есть мы молимся, поэтому отношение к ним другое, чем других. И молишься, когда в первую очередь, когда начинаем всех перечислять, это о врагах. О врагах, которые люто ненавидят, готовы убить. И вчера у меня, по милости Божьей, один враг покаялся, самый лютый, самый нетерпимый, самый злословящий. И вышел, подготавливали целую неделю, пришел, и покаяние принес, и в конце, ну вы верите теперь мне? Я говорю, не верю. А почему? Теперь я ему буду пояснять. Я не говорю, откуда и кто. Они говорят, мир, мир, а в сердце вражда, Давид говорит. Я вас все равно буду критиковать. Я говорю, отстаньте от меня, пока вас Бог не поразил. Да какой же ты друг мне, когда ты опять лезешь на меня? Забудьте про меня. Я вас не трогаю. Зачем вы на меня лезете? В студии выступают, священники собираются. Я вам ответ даю такой, что вы пятером будете зубы выплевывать. Почему? Я вам сказал, не трожь меня. Я буду молиться за вас. И такая зубодробилка будет, ты не будешь не спать, ничего, Бог тебя привезет к покаянию. Вот этот человек больше всех злобствовал. Меня когда в прошлом году уничтожали в лагере, Роспотребнадзор, а он везде заходил туда, верующий, и он злоразил, бейте его лапки над, добивайте его, упырь такой. Я говорю, а кается как? Ну может я в чем виновен? Я говорю, что ли сумеришь-то? Ты убийца. Правило Григория в книге, правило говорит, тебе 10 до 15 лет надо от церкви отлучать. И ли сумеришь стоишь. Но все-таки расстались по-хорошему. Уже это лучше. То есть они даже здесь лгут. Даже в покаянии лгут. Почему? Я отвечаю, что такое патриархия? Тройная ложь. Между священниками лгут. Между архипастырь-пастыр и в деньгах во всем лгут. И между мирянами. Наши отношения к Богу, к архиерею, к патриарху должны быть чистые. Ничего нету. Как я говорю сейчас, я так скажу и в лицо человеку. Я не называю, пусть не догадывается, не умирает от страха. Не трожьте меня, я сказал, отойдите от меня. А они кучей собрались, навалились на меня. Меня добивает. Власть 45 лет в лагере и пришлось его закрыть, ликвидировали. Дело воздвигли. Суд идет против меня. А он злорадствует и пишет, и пишет, чтобы знали, что делать надо. А по их не было. Суд отказал. Отказал. Ввиду отсутствия состава преступления. И они отошли. Но они нынешне против меня будут лютовать. Прошу заранее помнить это. И поэтому мы переходим в иной формат. Лагерь закрытый, но мы приобрели около 4 домиков. Около. Почему? Ну, там еще у нас что-то есть. И там будут свои люди жить, и гости будут приезжать, дети будут по домам. Туда у нас патриотнадзор не выйдет. А где вы научились? Нигде. На молитве выпросил. Все остальные только злобятся, начинают их арестовать, и штрафы. Полтора миллиона за нарушение. Это страшная организация. 110 тысяч туда назначили людей, сотрудников. Им погоны выданы. Звания какие? Роспотребнадзор в России. Им их прислушивается полиция, так дежурила около нас, суды, прокуратура, все на их стороне. На нашей стороне один Бог. Один. И они ничего не могли сделать. Но за нас молились так, и сектанты, 50-ти, и в других государствах круглосуточно молились. Сектанты, представьте, а мы православные, они знали. С колен не вставали. За нас молились даже баптисты, показывают крестовцы и дети рядом. А сами баптистами остались. Где? В Великобритании. Вот когда путь человека угоден Господу, то он и врагов его примиряет с ним. Вот с нами вчера примирил Бог одного человека. Ну и теперь будем молиться. И он, я могу с вопросами подойти. Я говорю, вопросы по Писанию. Через две недели, один раз. Вроде бы маленько утишил. И что, болеет? Болеет. У них как сразу голова, у священника воспаление мозга началось. И то есть они все время все болеют. Не от меня это зависит. Я прошу, отстаньте. Отстаньте от меня, занимайтесь собой. А то никого не судят. А что же вы меня судите-то? Я то не так, а мощах не так. Я сказал, все захороните. Что не так? Монашество вы поносите. Как поношу? Я сказал, что монахи пошли противоположным путем. Христос говорит, идите к миру. А они заперлись. Идите к нам. Идите к нам. Ну, туда или сюда. Но разница есть. Одно дело сказать, иди в Москву, а другое, вся Москва, иди ко мне. Что легче-то? Ну, я ничего не придумал. А как вы это узнали? Да что тут знать-то? Совесть подсказывает. Пошли дальше. Мы сегодня пояснение много даем, потому что она зрела это. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аллилуйя. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чадо, Валентина, Алексея, Валерия, Нину, Валентину, Надежду, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Георгию. И всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истинное, Аллилуйя, Путешествующих, Раису и Льва, Отступников, Николай и Михаил, Им на рогов пролей, милость. Устыди их, устраши, И закрой их, Лживые уста. И этого человека, благослови, Покаявшись, Господи, не дай, не дай ему безвернуться на прежний путь зла, не дай ему погибнуть в этом состоянии. Благодарю тебя за эту встречу. Это ты устроил, Господи, я принял ее как дар, как милость Твою. Благослови, Господи, Владыка, всех благодетелей наших, Елену, Евгения, Евгения, Наталья, Максима и Владимира, Аллилуйя. Благослови болящих, дару им здравия, крепости сил все перенести. Сергея, это парализованный, Алексея, Алексея, Александра, Александру, Анну, Марии, Валентина, Калерию, Акелину, Тамару, Василия, и все, знаешь, Господи, благослови, и дай им силу на служение Тебе. Аллилуйя. Избави от пьянства этого страшного недуга Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Аллилуйя. И сохрани наше сокровище, сайт и форум, что здесь есть, и трудящийся на нем Игорь, Юрий, Дмитрий, Виктор и Газгин, Владимир. Василия, Сергея, Аллилуйя. И все наше родство найди. И на Киеве, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Мария, Елену, Татьяну. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Будь милостив. И Мартин, Который забрел мобильный телефон. Они живые, и мы каждый день за них молимся, воздаем добром, приведи их к вере истиной. Видите, о ком мы молимся-то? Мы фактически охватываем весь мир. Тимофея, Тимофея, Мартина. Я сегодня решил объяснить, что это за имена, откуда они. Моя совесть подсказала, что они сделали доброе дело. Не было бы интернета, и вот сегодняшней нашей радостной встречи на молитве не было бы. Я не буду говорить, что молись ты. Сердце тебе должно подсказать. Молиться и не молиться. Аллилуйя. Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братья наши, родителей, родников, благодетелей и всех православных христиан. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. И прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори вечную память, вечный покой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог и Его, а воочи. Свят, 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 Господь Саваок, вся земля полна, слава Его. О, аллилуйя. Слава Вышнею Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога, мне грешнее, добрый мой ангел, благодарю Тебя за сию ночь. Сколько лет Ты хранил душу мою от рождения, от видимых и невидимых опасностей спасая. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и веди и навеки вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, житель бедности, Христе Божий наш, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дару жилье Сергея Гавриила. И научи никогда не завидовать, не роптать, и не страшиться царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Пророк Илья, 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 Иосиф, патриархи, Ездранееми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекиил, Осия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрехи, пророк, Михей. Молите Бога о нас, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не засталось с неготовыми. Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, хирургимы и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие. Аллилуйя! Святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей и Марк, Лука и Иоанн, даруют Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Прошу Тебя, Господи, прости мои согрешения, соделанные тайные и явные, в уме и в помышлении, в водне и в ночи, в еденем и неведенем, ибо Ты благ и человека любишь. Аллилуйя! Эта молитва, которую сейчас считаю, прости, в ведении и неведении, она считается без поклона, и вся молитва просчитывается лежа головой на земле. Ну, я уже не могу тут, не делаю. Ну, в общем, по уставу. Кто хочет знать, как по уставу правильно молиться, есть патриарший храм от храма Христа Спасителя метров 250 на этой стороне канала. Его видно купола оттуда. Это называется храм Николыча Дотворца на Берсеневке. Там служит игумен Кирилл. Кирилл. Патриарх Кирилл Иоанн Кирилл. Сахаров. Это московская патриархата. Не старобрядческий, не единоверческий. И все абсолютно у них по старому обряду. Все. И подходы, и поклоны. И сейчас в интернете поставлено по старому обряду полностью всю службу, одеяние старобрядческое. Лесовка в руке. Служит митрополит Илларион Алфеев. Правая рука патриарха Кирилла. То есть все, что Никон натворил против, как будто никогда не было. И сейчас... А тогда нельзя было перекреститься, правильно пальцы сложить. Это отрубали. Ну вот есть такой фильм многосерийный. Николай Достоля, режиссера. Раскол. Раскол. Потому что можно даже посмотреть, но не во время поста. Потом. Запомните. И там показывается, что это и что нам это дало. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы. Игнатий Богоносец, Полихармс, Минский, Устин, Философ. Космай, Эдемиан, Андрей, Спортилат, Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Комедийский. Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников. Царь Николай, святое царское семейство. Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Даруй добрую веру Анфиму, Вениамину, ее старшие родители за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антони, Макарий, Макарий. Макарий какой? Макарий египетский, Макарий Александрийский. Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас. Молите Бога о нас. Святые жены и девы. Фекла первомущенца, Фатина, Самаринина, Феврония. Вера, Надежда, Любовь. Матерь София, Наталья, Адриан. Варвара, Екатерина, Перепитуя. Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина. Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник и Юния, Киприяна и Устина. Молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание и молчание. Целомудрие и стыдливости женам и девам. И сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе всяческих ради. Аллилуйя. Господи, Боже наш. Слава Тебе. И справь не покоривай. Галина, семейство Евгений, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раисова, Мария. Людмила, Галина, Иоанна, и прими нашу молитву. Воздиание рук, как жертву вечернюю. Благоухание и приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши и исполни молитвы всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Молитва Ефрема Сирина. Господи, Владыка, живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не дашь тьми. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, якоб благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного. Боже, будь милостив ко мне. Господи, слава Тебе. Благодарю Тебя за все милости, щедроты и долготерпения. Хвала Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, прости все беззакония мои, тайные и явные. Господи, умею в помышлении, годней и внощи, в оседней жизни нашей, по неразумию сотворенной. Прости, помилуй и благослови. Очисти, амой, убери в крови Твоей причистой. Слава Тебе за голговские страдания, за кровь Твою пролитую в оставлении грехов моих. Хвала Тебе, мой Господь, за призыв Духом Святым к покаянию. Аллилуйя. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, серебролюбия, не дашни. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, якоб благословен Еси во веки веков. Аминь. Доброе утро. Так, мы сейчас будем здесь насчитывать события дня. Кто хочет, может остаться. Я перед тем, как начнем насчитывать, я буду выключать сам. И включу потом сразу. Так, сейчас устанавливайте быстренько. Видите, когда молимся молитвой, пояснение даем. Молитва от этого только крепость приобретает. Так было всегда. В церкви-то объясняли все и дальше начинали на практике показывать. В этом время мне что-то подсовывают. Вот, искушение. Мне даже в голову повернуть никуда, что-то кто-то подсунет. Вот такое есть. В храм ходить только, уже в храме находишься. В дверях обязательно кто-то, что-то надо подать, что-то разговаривать. Ну, не от Бога это. Когда идешь в храм, ты забудь все. Ты вступаешь в Великую Сокровищницу, где ангелы поют, как Златоуст говорит. Ну, я и дома могу помолиться. Дома так не помолишься. Тут разъяснение, тут звучит Слово Божие, тут поет хор. И мы все, что у нас есть, стараемся во свете Библию, если вам видно где-то, показать трехтомник, который у нас вышел. Трехтомник. Полное толкование Нового Завета. Впервые за 2000 лет такое вышло. Я сейчас буду говорить об этом, покажу. Вот, если посмотреть в облаках. Ну, это тираж небольшой, уже почти на исходе все идет. Потому что около 600 экземпляров полные пришлось подарить. Я же делал это не для прибыли какой-то. Чтобы люди знали списание. Здесь же 297 комментариев. Я вам покажу, потому что... Вот тут есть. И мы раскрасили Гюставо Доре. 230 иллюстраций. 230. Тут несколько человек больше года этим занимались. Вот оно как выглядит. Полный лис. Ну, что значит полный лис? Ну, вот здесь если взять, то видно поля. А вот здесь нет. Вот оно как. Как выглядит. Подписью. Какая картина. И таких картин 230. Сегодня, где в интернете цветные появляются, берут только от нас. А кто научил вас? Бог! Я еще только не делал. Ходил по разным выставкам где-то с художниками, знакомился. Думал так, что сначала Гюставо Доре достать хорошие, черно-белые же. А потом красить. А оказалось, есть интернетная версия. Нашелся такой человек. Я молюсь, поминай Евгения. Это он все помог. Итак, я сейчас отключаю вас и тут же сразу почти включу.